Ассаляму алейкум. Меня зовут Сабина. Простите меня за мой довольно спонтанный вопрос. У меня есть подруга от ИСК, и недавно у нас была дискуссия про существование Бога и о всём таком. И у неё было два утверждения. У неё было две претензии. Когда я сказала, что в Коране говорится про сотворение Вселенной и мира, и также в нём говорится много научных фактов и тому подобное. Но она сказала мне, что эти знания были не только в Коране, но они существовали до Корана. Там были писания, и там были книги ещё до того, как Коран был ниспослан, с подробным описанием Вселенной. Так что эта информация не принадлежит исключительно только Корану. Что мне возразить ей на это? Лжёт ли она о существовании этих священных писаний? Я имею в виду, у меня у самой недостаток знаний. Так что были ли эти знания доступны до того, как Коран был ниспослан? И прошу прощения, второе утверждение, которое она сделала, когда я провела аналогию с тем, что если у вас есть творение, то вы знаете о нём всё. Поэтому Творец будет знать о нём всё. И также я говорил о том, что если там нет Бога, как мы можем существовать? И если мы продолжим идти всё дальше и дальше и дальше, назад без конца, и если нет конца, тогда как мы существуем? И тогда она сказала, ты, с религиозной точки зрения, можешь сказать, что Бог — это конец. Тогда я, как атеист, говорю тому, кто говорит, что Бог — это конец. Кто создал Бога? Вот мой вопрос вам. Спасибо. Сестра задала два вопроса. Первый вопрос о том, что всё, что упоминается в Коране, так или иначе было упомянуто до него. Так что нового? Ведь это присутствует в Священных Писаниях и других книгах и так далее. Это первый вопрос. И второй вопрос — кто сотворил Бога? Что касается первого вопроса, я согласен с тем, что некоторые вещи были упомянуты до Корана, но они не были установленными фактами. Их не назвали установленные факты. Например, то, что я говорил про Солнце. Ранее люди думали, что Солнце вращается. Да, были определённые вещи, которые были в греческой истории и других философиях. Например, когда Коран говорит о сферической форме Земли. Были греки, которые верили, что Земля была сферической. Но никто не верил им. Да, были определённые факты. Не все, конечно. Но был маленький процент, о котором наука узнала сегодня, в который и раньше верили люди, которые были упомянуты в Коране. Но они не хотят принимать того, что те же греки говорили о сотнях других вещей, которые были ненаучны. К примеру, те же греки говорили, что Земля была центром Вселенной, что совершенно неверно. И другие противоречивые утверждения. Так что представьте, если были упомянуты сотни неверных вещей, и пророк Мухаммад, мир ему, выбирает только одну, которая правильная, это невозможно. Поэтому, сестра, я согласен с тобой, что до этого были упомянуты вещи, которые сегодня наука установила как факты. Но эти вещи не были установлены в то время. И говорить, что из ста ложных вещей, которые они упомянули, подобрать одну единственную правильную вещь, это невозможно. Это возможно сделать один раз, но не тысячи раз, сестра. И даже ученые не могут этого сделать. Только сам Творец мог упомянуть об этом. Это Аллах, субханаху ата'аля. Так что я согласен с тобой. Но та часть достоверных фактов, которая была упомяната ранее, в более ранних писаниях и других философских книгах, это очень маленькая часть. Но вместе с этой маленькой частью, есть другие ненаучные вещи, которые были смешаны с ней. А что касается твоего второго вопроса, «Кто создал Бога?» Как правило, проповедники используют неправильную логическую стратегию, которая противоречит себе. Большинство людей, когда они пытаются доказать существование Аллаха, они говорят, что у всего есть Создатель. Например, кто создал эту книгу? Издатель. Кто создал его? Родители. Кто создал их? И так они возвращаются назад. Или кто создал тебя? Твой отец. Кто создал твоего отца? Дедушка. И затем возвращается к Богу. Или кто создал микрофон-конструктор? Кто создал конструктора? И так далее. Поэтому на основе этого они пытаются доказать, что у всего есть Творец, что, по моему мнению, является неправильной логикой. В моей стратегии я не говорю, что у всего есть Создатель. Но это атеист говорит мне, что первый человек, который расскажет о механизме определенного аппарата, это его Творец. Я никогда не говорил об этом. Но я говорю, у каждой сотворенной вещи есть Творец. Но по определению, всемогущий Бог не сотворенный. Я приведу тебе пример. Если человек, предположим, мой друг, приходит и говорит мне, мой брат Джон попал в больницу, и он родил ребенка. Это девочка или мальчик? Сестра, ты можешь себе представить, это девочка или мальчик? Брат Джон в больнице, и он родил ребенка. Это девочка или мальчик? Брат Джон родил ребенка? Да. Брат Джон попал в больницу, и он родил ребенка. Это девочка или мальчик? Ты можешь себе представить? Кто-нибудь может себе представить? Как мужчина может родить ребенка? Поэтому задавать вопрос, он родил ребенка, это девочка или мальчик, это нелогично. И то же самое определение Аллаха, он не создан. В тот момент, когда вы говорите, кто создал Бога, он перестает быть Богом. Поэтому определение Бога не сотворенный. Следовательно, у всемогущего Бога нет создателя, если он настоящий всемогущий Бог. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ассаляму алейкум, братья и сестры. У меня есть телеграм-канал, на котором я также публикую видео. И те видео, которые удаляются ютубом, они остаются в моем телеграм-канале. Прошу, братья, подпишитесь на мой телеграм-канал. Иншалла, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии.